Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Очищают ли нас от грехов святые источники? Ну как же, источники святые, иначе какой смысл их так именовать, если от них не сообщается нам нечто полезное, просвещающее, утешающее, благодатное. Но мера этого воздействия своя, и ставя на одну ступень окунание в благодатном благословенном источнике и таинство исповеди, мы поступаем, конечно, незаконно. Многие из нас чувствовали радость, которую испытывает не только тело, но и душа после окунания с молитвой в наших благословенных источниках. Многие из которых изведены были по повелению Божию святыми мужами. Многие освящены не только на праздник крещения Господня, когда освящаются источники воды, но и при различных случаях монастырского или церковного служения. И близость к этим источникам действительно для нас бывает вожделенно, и полезна, и утешительна. Вместе с этим вздрагиванием всего нашего видимого естества светлее становится ум, мягче сердце, теплее, и наша решимость жить ради Господа укрепляется. Иное дело прощение грехов. Господь неоднократно в Евангелии указывает ученикам, своим апостолам, что благодать Духа Святого будет им дана не только для крещения, не только для причащения святых христовых тайн, но и для прощения грехов. Примите Духа Святого. Кому простите грехи, говорит Господь, тому простятся, на ком оставите, на том и останутся. И это повеление, это указание на грядущую власть учеников своих, почтенных благодатью апостольства, впоследствии священства, разрешать грехи человеческие, освобождать душу от совершенных после крещения прегрешений. Но и после своего воскресения он об этом напоминает, дунув на апостолов и сказав им подобные слова о великой и многозначительной составляющей их служения прощения грехов человеческих. Так что отменить или заменить погружением в источники слова и само дело Богом установленное, дело исповеди, невозможно. Другое дело, что для некоторых начинающих сами эти благодатные погружения с молитвой в источники бывают некоторой ступенькой, приближающей их к исповеди. Ведь они приходят к этой купели именно потому, что она освящена, а не потому, что это холодная вода среди жаркого лета или лютой зимы, а именно потому, что надеется человек на то соприкосновение со святыней, в котором находит для себя и пользу, и упование. Так что благоразумный купальщик в источнике как раз и устремлен дальше, чем только вот это освежение естества и душевного и телесного, даруемое православным источникам. Он для того и погружается в них, чтобы укрепиться в вере своей, чтобы, ощутив глаз хлада тонко, некоторые вения благодати, дальше действовать по ее указанию, следуя по пути священнослужения, по пути церковных таинств, по пути жизни христианской. Потому не будем пренебрегать и возможностями, кому это не вредно, потому что иногда по физическому самочувствию, людям, у которых какие-то спазмы сосудов головы, бывают людям, у которых есть какие-то другие физические препятствия, вовсе не надо через «не хочу» и вопреки здравому смыслу искать какую-то чудную благодатную помощь, опровергая какие-то очевидные законы физического своего существования. Но в остальных случаях, если к тому и душа лежит, эти возможности предоставляются, конечно же, благодатно и радостно, утешительно пользоваться подаваемой в этих источниках и от испевания святой водицы благодать, но именно в продолжении, в развитии своей церковной жизни, в приуготовлении к таинству покаяния, исповеди, в котором и происходит прощение грехов человеческих. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.